ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России принят закон, по которому за продажу некачественного бензина и дистоплива компании будут штрафовать на сумму, равную 1% от выручки, но не менее полумиллиона рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 3%, не менее 2 миллионов рублей. Есть и альтернатива – закрытие АЗС на срок до 3 месяцев. Штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей предусмотрен за непредоставление водителям всей информации о топливе. ТРАССА СТО ОДИН В Госдуме хотят ужесточить наказание для водителей, которые ездят по тротуарам. Предположительно, это приравняют к хулиганству. Также есть предложение поднять до 50 тысяч рублей штраф за нахождение за рулем в статусе лишенника. Кроме того, парламентарии грозятся в сторону любителей уличных гонок. Для организаторов таких мероприятий они собираются предусмотреть крупный штраф и даже тюремный срок – до двух лет. Для участников – до одного года. Плюс лишение прав. ТРАССА СТО ОДИН В нашей стране впервые за несколько десятилетий открылся новый автобусный завод. Называется он «Волгобаз». Место расположения – Владимирская область. Перед предприятием поставлена задача выпускать ежегодно 1200 городских автобусов. Причем это машины, работающие на газе, а также полностью электрические модификации. Ожидается, что завод будет работать не только на Россию, но и на страны ближнего и дальнего зарубежья. ТРАССА СТО ОДИН Почти половина российских автомобилистов периодически садится за руль в состоянии похмелья. Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного накануне Нового года компанией «Форд». А самым похмельным днем ожидаемо признано 1 января. Специалисты отмечают, что вождение с «Бодуна» так же опасно, как и езда под градусом. Из-за головной боли и других послезастольных расстройств у водителя, в частности, замедляется реакция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова